На творческой встрече выступили члены литературного объединения «Парус» Любовь Ишунькина, Екатерина Борисова, Людмила Францевич, Сергей Лёвин и Лариса Каменщикова. Лирического настроения добавили песни бардов Валерия Борисова и Геннадия Богданкевича. Он в прошлом кадровый военный, большую часть жизни отдал военно-морскому флоту, а выйдя на заслуженную пенсию, посвятил себя искусству. Вот так и лучшие тогда пройдут, а мы и не заметим. У меня несколько циклов песен. Первый цикл, конечно, песни о службе, о военно-морской службе. Второй цикл – лирика и патриотика – третий цикл. Ну, а берется это все, я не знаю, берется изнутри. Сюжеты разные бывают, просто иногда что-то мгновенно получается. Увидел что-то интересное или же наоборот, что-то, что может человека напугать и как-то раздражать. И получается какой-то сюжет. Имя Людмилы Францевич внесено в книгу «Знаменитые люди Кубани». Она поэт-прозаик, член Союза писателей России. Ее стихи наполнены удивительным теплом и спокойствием. И, как признается она сама, в основе каждого прожитое мгновение. На свидание иду, горсти крошки зажав, С миром тем, у которого надо учиться быть доверчивым, верным. Все мое творчество – это моя биография, это моя жизнь. Она выплескивается на бумагу. Вот в такие моменты, когда хочется поделиться с друзьями, я, наверное, еще эмоции подключаю, поэтому надеюсь, что я не напрасно пишу. Авторское прочтение текста всегда интересно, ведь только сам поэт способен озвучить стихи с той интонацией, в которой они были задуманы изначально. Ярко, выразительно, предельно точно. Поэтому зрители, которые, несмотря на капризы анапской погоды, побывали на творческом вечере, не скупились на аплодисменты. Как рассказала руководитель литературного объединения «Парус» Лариса Каменщикова, подобные встречи с анапскими поэтами планируется сделать регулярными.